Всем привет! Вы смотрите Артпаровоз ТВ и не смотрите нас в одиночестве, пересылайте своим друзьям, я имею ввиду ссылки на наш прямой эфир www.artparovos.tv. Сегодня у нас в гостях Ильдар Хайбуллин, это лидер группы Фрикаделик, а группа Фрикаделик в эту пятницу, в ближайшую пятницу выступает в Чукотке. Дело в том, что для многих любимому бару исполняется два года, там целых два дня будет идти праздник, для тех, кто не знает, немножко анонсируют. Первый день называется Неформат, там будет группа Фрикаделик, будет Такижан и Мистер Малой, а второй день электроника, там куча диджеев, можно зайти на многие афиши, я думаю, практически на всех городских афишах в интернете можно прочитать программу. Так вот, в гостях у нас Ильдар из Фрикаделик. Ильдар, привет! Привет! Скажи, вот в пятницу вы выступаете на двухлетии, а ты можешь вспомнить, когда вы первый раз выступали на Чукотке? Я вот знаю, что в Чукотке выступать вы любите, это одно из таких немногих мест, которые группа Фрикаделик жалует такими своими выступлениями. Вот не помнишь первое на Чукотке, когда было? Как это было? Первое выступление вообще можно сказать, что оно было в 2004 году, только на том месте стоял докер-бар, и который, как мне кажется, вообще заложил маленькие, но корешки будущей Чукотки. Ну и как, то есть, получается, что вы до этого времени в Алма-Ате уже выступали фрикаделиком? Вообще, первый раз мы выступили в Алма-Ате. В 2005-м переехали где-то примерно? В 2004-м мы переехали, а, по-моему, в первый раз мы выступали в 2001 или 2002 году на нашем радио, в онлайн-эфире, потом первый раз в 2002 год здесь. Ну, давай все равно мы, конечно, будем возвращаться, да, к этому концерту, который будет вот в пятницу на Чукотке, а я все-таки хотел немного откатиться так лет на нац назад, и у тебя спросить, вот ты такой, как бы, ну, бессменный лидер, что ли, да, основа Фрикаделик, то есть ты автор в основных там слов и музыки, сам вокалист. Вот просто расскажи немножко о себе, вот о своей семье, расскажи, кто родители, в какой семье ты вырос, потому что, ну, вот мы сейчас там придем, есть очень прикольные моменты, интервью там, которые ты давал 12 лет назад, ну, вот мы к этому сейчас подойдем. Расскажи о своей семье. Вырос я в обыкновенной семье, мне кажется, такая простая советская семья, родители у меня врачи там, папа у меня профессор по неврологии, мама у меня занимается гастроэнтерологией, в общем. А ты, слушай, ну, ведь медицина, это же такая семейная тема, то есть ты, по идее, у тебя дорожка должна была быть такая медицинская. Ты знаешь, да, вот мне с детства говорили, дорожка, дорожка, и я поступил тоже в мед, и 7 лет проучился, и поработал какое-то время. А ты по специальности, по медицинской тогда кто? У меня специальность психиатрия, наркология. Вот, и... Даже поработал? Поработал, да. Ну, ты же знаешь, у нас в стране врачи получают бешеные деньги, и я не смог... Позволить себе, да, жить лучше, чем другие. Да. Ну, это очень круто. Вот смотри, первая группа называлась «Танцы на дирижаблях». Это сколько тебе лет был, когда ты ее... Нет, первая группа называлась... Наша с Кассиком группа, Кассик, если кто не знает, это басист. Берданка и Цветок? Да, басист группы «Фрикаделик» и соавтор наших. Ну, мы вместе с ним пишем песни. Кассика в миру Кэс-Арт-Леу-Лен, чтобы все понимали. Да, да. Я забыл вопрос. Ну, я начал говорить про то, когда образовалась первая группа музыкальная. Ну, пусть даже не танцы на дирижаблях. Ну, когда я еще учился в школе, у нас была группа, которая называлась «Орехи». Это была первая группа, я еще в 10-м классе учился. Вот, и писали мы... Ну, в общем, это был какой-то трэш полнейший. То есть у меня до сих пор есть кассета. Где-то раз в три года мы с Кассиком каких-то особых случаев переслушиваем и просто катаемся. Я, кстати, сегодня смотрел видео 92-го года «Берданка» и «Цветок», там без звука, там у Кассика причесом такой веселый. У Кассика была очень крутая группа «Берданка» и «Цветок», мне кажется. Ну, это очень крутая группа. Слушай, вот я тебе хочу задать вопрос, который тебе задал некто Андрей Нестерук. Есть такой журналист, видимо, в Симпалатинске. Он 12 лет назад, кстати, мы сейчас об этом тоже расскажу. Вот он тебе 12 лет назад спросил, какие проблемы на уровне города, страны, а может глобальные, интересуют, волнуют вас в первую очередь? Вот, ты ответил, знаешь что? Не помнишь? Неприятно осознавать, насколько низок уровень знаний о современной молодежной культуре, равно как и общекультурный уровень у значительной части молодежи нашего города. А вот если сейчас, спустя вот это время, какие сейчас у тебя вот такие проблемы, если не говорить о музыке, да, и какие-то такие общечеловеческие, что ли, что тебя больше, пусть не глобально, а в последнее время просто? Какая-то последняя такая тема, о чем ты задумывался, ну, так вот, в общем, не помнишь? Ну, эти темы, они меняются, что-то, наверное, волнует. Вот тебя сейчас низкий культурный уровень современной молодежи нашей страны не тяготит? Вот в данный момент мне абсолютно все равно. Ну, действительно, время поменялось, все это прошло. Вообще, получается так, что 5 сентября, вот, это получается у нас через, буквально сегодня 24-е, через 10 дней группе 12 лет. Получается. Слушай, а откуда вот такая точная дата? Я вообще удивился, когда начинаешь искать информацию о группе Фрикаделик, да, есть конкретно прям официальная страничка Википедии, то есть это тоже так, да, дорогого стоя. На Википедии там довольно-таки такая безумная страничка. Человек один, который нам собирался снимать клип, сказал, ну, а что у вас там, как-то так все слабо в интернете про вас написано. А, то есть типа информация нет, да. Википедии, информация, и он просто... А, то есть это не ты или кто-то из вас? Нет, 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 там, там полный бардак на Википедии. Читайте официальный сайт. Ну, вот на официальном сайте вот это стоит 5 сентября, да? 5 сентября. А мне интересно, вот сейчас вот столько лет как бы прошло, почему, как дата-то отложилась? Что-то произошло в тот день, пятого снятия, и как это получилось? Да, вот... Расскажи эту историю. Мой друг Андрей Мантлер просто в этот день пригласил меня на репетицию у них с другом, с Артемом, теперь уже тоже моим другом. Была такая начинающая банда, они там что-то играли, и он говорит, слушай, ну давай, ты же там когда-то занимался музыкой, давай приходи, что-нибудь попробуй. Вот, и у меня был какой-то набросок какой-то песни, и я взял с этим наброском. Это было 5 сентября, просто мы запомнили. То есть потом вот этих людей-то как бы не стало, а стало с фрикаделем, да? Нет, эти люди жили, слава богу, а просто... Я внизу в группе не стало, да? Так получилось, что вначале один уехал, потом второй уехал, я уехал сюда. Ну, я вот еще раз прервусь, лишь для того только, чтобы всех тех, кто смотрит нас сейчас, пригласите пересылать ссылки на этот прямой эфир и задавать свои вопросы. Вот. Расскажи, знаешь, о чем? То есть я как бы когда смотрел вот о жанре, да, каком-то группы фрикаделек, понятно, что сейчас вот в современном таком вот нашем мире, да, очень сложно четко определить какой-то жанр. То есть масса каких-то оттенков, и многие там, кто-то придумывает свои названия, да? Но есть такое-то такое инди-фанк, какой-то хоп-проект, да, такой. А даже в одном месте я прочитал, что вы какие-то легенды клатч-рока. То есть ты не помнишь? Клатч-рок, это наша зимняя шутка. Просто как-то мы сидели, по-моему, на Новый год, на 2 января, нашего друга Макса, и я достал свою сумку диджейскую, которая кому-то напомнила клатч. И что-то мы давай шутить, клатч, клатч-рок. И как раз у нас впереди был концерт, и мы просто решили забить интернет такой байкой, что якобы мы играем модный клатч-рок. А теперь вы-то пошутили, а по поисковику теперь кто-то может и подумать, что клатч-рок. И самое-то интересное потом будет искать, видимо. Ради бога, пусть слушают, лишь бы слушали. Вот смотри, я посмотрел о том, что у группы 5 альбомов, да, последний альбом должен был называться «Особенный», если я не ошибаюсь. А сейчас, по-моему, он как-то переродился в письмо, да, последний альбом, 50-го года. А теперь он переродится в что-то другое. Там три трека было, бандероль. Ты знаешь, у нас на самом деле много новых треков. Не так давно мы просто очень сильно удивились, сколько у нас уже записано вещей. Просто, знаешь, некоторые вещи нам уже, наверное, не так уж и интересны. Плюс рождаются какие-то новые вещи, плюс появляется новое оборудование, на котором... Благодаря которому альбом зазвучит просто намного лучше. Так у вас уже и состав поменялся. Насколько я знаю, там гитарист Александр Чекмаков, он же тоже уезжал. Да, Александр Чекмаков уехал в Польшу, сейчас вернулся, и опять едет в Польшу, и Польша его засосало. Ну, если там он может... Себя реализовать, да? Реализовать, да. Слава Богу. Да. А у вас? Ну, ты говорил, что ты не так солдан. У нас новый суперский гитарист, его зовут Тим Сек. Мы очень рады, что вот мы его нашли. Очень довольны. И все нормально. Скажи, откуда такая вот упорядоченность в группе? То есть я вот смотрю, у вас все альбомчики выложены, все прям датированы. То есть это вот твое такое, ну вот, понимаешь, я все пытаюсь найти как бы корни, да? То есть вот у тебя такое медицинское, как это сказать, ну, блин, корни что ли, да? Такие, когда человек, все должно быть в порядке, на своих местах. И вот все альбомчики выложены, все ровно, песни не вошедшие в альбом. Прям очень хорошо, с вами очень приятно работать. Готовиться к интервью очень легко. Ну, это все благодаря сайту, который сделал Кассик и заморочился. Это Кассиков, сказать его, да? Это Кассик, конечно. Слушай, вот ты мне расскажи, я посмотрел песню. Ну, меня, конечно, впечатлила сразу и надолго песня Аркадии. Но это песенки Аркадии, Леонид, Тамара, Вася. Вот такие как бы, ну, не то что не от первого лица, понятное дело, а от третьего лица, скорее, идет повествование, но о конкретных каких-то людях. Это такие персонажи, которые... Это собирательные образы. Там нету таких... Потому что мне показалось, что вот в Леониде там вот что-то, может быть, даже автобиографичное, нет? Ну, я думаю, в каждую песню, хотим мы того или нет, мы... Мы, наверное, вкладываем... Что-то что-то вкладывается, свое такое. Да, ну и в первую очередь, наверное, сама ирония. Вот чем в миру, да, вообще занимаются все участники группы? Дело в том, что у нас есть вопросы. Вот пользователь ВКонтакте, Ольга Веселова, она вчера, вот уже поздно ночью, написала несколько вопросов. Ну, и вот к одному из них, как бы предыстория, я решил задать тебе этот вопрос. Чем вот занимаются участники группы на данный момент? То есть там просто есть вопрос о том, что... Ну, хорошо, давай я сразу его задам. Ну, удается ли на пропитание музыкой зарабатывать? Если да, то как, если нет, то почему? Ну, я так понимаю, что у всех есть какая-то другая работа все равно. Ну, да, музыка – это хобби, которое, конечно... Мы, конечно, мечтаем о том, чтобы она превратилась в работу. Ну, пока... Пока ситуация такая с музыкой в стране, что, наверное... Ну, и не только, наверное, в этой же, да, стране. Очень масса людей в России, которые хотели бы, да, то есть выйти... Ну, опять-таки, мне кажется, все зависит от города. Допустим, Москва, Питер, я думаю, там, наверное, заведений побольше. И публика... Все-таки публика больше настроена вот именно на группы, которые играют свою музыку, а не... Ну, они бесконечно... А не Бонни М, как играют в Алмате или там... Ну, ты знаешь. Бонни М – это самый лучший вариант. Нет, мне кажется, это самый лучший вариант. Не, ну, я имею в виду, наверное, самый набивший о скроме, ну, вот все эти композиции типа «Летящая походка» и «Дрова у дома» – «Землян» – это ужас, конечно. То есть настолько наслушались мы их. Ну, все-таки, да, какие профессии вот примерно... Ну, чем занимается сейчас участник группы, то есть «Касик» в интернете, да, наверное? «Касик» связан, я так вкратце скажу, потому что все-таки личная жизнь, а мы занимаемся музыкой. «Касик» занимается компьютерами. «Марат» очень... «Марат барабанчик». «Марат наш барабанчик». «Марат Джумогу» – он очень хорошо занимается английским языком. «Тим Сек» – наш гитарист. У него вот сейчас появилась студия репетиционная в центре города и... «Энерджи». «Энерджи», «Энерджи», да. Ну, а «Музалецкий» или «Энерджи», по-моему, да? С «Жекой» мы сейчас в данный момент пока не играем, потому что вот... Ну, как-то не играем. У него сейчас еще один проект. Но я думаю, мы еще поиграем. Мы с «Жекой» постоянно то играем, то не играем. Слушай, я вот посмотрел... У тебя хобби есть фотография. И прям вот я вот смотрю на многих фотографиях, ты вот прям постоянно с фотоаппаратом. И, в принципе, в профиле ВКонтакте куча фотоальбомов. Ты вот не думаешь... Это хобби же, да? А, это хобби, да, конечно. Оно может вылиться, как бы перерасти во что-то... Ну, больше, может, как бы выставка, фото-выставка в ДК? Не знаю, пока нет. Это хобби. Я на самом деле не умею фотографировать. Просто бывает, получается, фотография... Ну, знаешь, в наше время можно... Это нетрудно делать, потому что делаешь тысячу фотографий, и из них одна обязательно получается. Ну, понятно. Так. У нас вот небольшая техническая такая заминка сейчас. Наверное, будут что-то делать. Я пока задам тебе вопрос, а ты на него ответь. А только без всего, да, опять-таки, вот, смотри, она говорит, хотели бы вы организовать фестиваль. И, типа, если бы хотели, чему он может быть посвящен, и что могло бы быть его эмблемой? И фестиваль, и фестиваль, и фестиваль, и я знаю, у вас есть серия вечеринок, фан-кафе. Такая слава. Ну, да, у нас есть... Не сказать, что прямо она вот наша. Это вместе, скажем так, в данный момент это благодаря Чукотке, благодаря Дэну Каретникову и Роме Бажанову, и все вместе. И это называется фан-кафа, нет, наверное, мы бы не хотели проводить, организовать какой-нибудь фестиваль, потому что мы бы хотели, наверное, быть приглашенными на какой-нибудь фестиваль. Ну вот, продолжаю серию таких вопросов от Ольги Весиловой. Признаете ли вы легкие наркотики, спрашивает она? Нет, мы вообще не признаем никакие наркотики, я алкоголь. Только тяжелую. Только тяжелую, конечно. Вот смотри, где тяжелый алкоголь? Где вы были ровно 10 лет назад, и как вы видите себя через 10 лет? Я, кстати, там Ольге отписал, говорю, ну, 10 лет назад можно было обратиться в Google, да, там есть вот это чудо-статья Симпалатинского журналиста Андрея, из которой, в общем-то, ясно, 10 лет назад вы были пионерами электронной, ну, такой электронной музыки в городе Симпалатинске. А вот, ну, с этим как бы ясно. А чем, где ты видишь себя или как-то вот так через 10 лет? Я не знаю. Жизнь, она очень непредсказуемая здесь. Вот Алексей Щеглов нас смотрит, кстати. Привет, Алексей. Леша, привет. Так, играли ли вы на корпоративах? На корпоративах, да, мы играли пару раз, по-моему, на корпоративах. Один раз был вообще шикарный корпоратив, мы отыграли 4 песни, и организаторы сказали, знаете, мы сейчас уже закругляемся, и все. И второй раз мы играли на корпоративе, это был какой-то сетевой маркетинг, типа Герболайф, вот только, по-моему, это было что-то другое. Но, в общем, это была какая-то такая сатанистская вечеринка. Но мы там отыграли, на них здорово играть, на корпоративах редко, наверное. Слушай, ну, я имею в виду, здорово это же в кавычках, да? Здорово, ты знаешь, нет, мне кажется, все зависит от того, кто тебя приглашает. Если публика какая-то благодарная и понимает твою музыку, наверное, это здорово. Тем более, не секрет, что корпоративы хорошо оплачиваются. Угу, ну хорошо. Но мы когда больше в чуководке играем. И сам вот, как бы, подвел меня к этому вопросу, не хотел я его задавать. А сколько стоит группа фрикаделек на корпоратив? А это все зависит от времени года, мне кажется, и нашего настроения. Знаешь, недавно Такижан рассказывал, что его на свадьбу пригласили. И очень весело, очень прикольно. Действительно, это все зависит от публики. Слушай, а ты вот от жары как спасаешься этим летом? От жары? Во время года я хочу подвести, там, как-то у меня тоже такая музыка. Жара мне надоела, я очень рад, что лето уходит. А какое у тебя любимое время года? Вот, если брать. Да, каждое время года прекрасно. Ну, шараш надоело. Просто здорово, когда есть море рядом. В Алма-Ате его нет. Ну, в Алма-Ате нет. Вообще, ты в Сиимпалатинск... Вот, я смотрел, недавно ты ездил, там, прям фотографии столько, и так красиво. Ты туда как часто наведываешься? Ну, лучше у меня там два года не было, но я сейчас ездил, мне очень понравилось. Ты знаешь, я тебе такой вопрос хотел задать. Мне показалось интересным, будет тебя спросить. Вот, тебе сейчас важно, насколько ты, ну, вот, известен ли ты кому-нибудь в Сиимпалатинске? Как вот одноклассники, например, знают ли они, что вот есть такая группа фрикадели, которую очень многие знают, любят здесь в Алма-Ате? Вот, как бы, тебя тревожит то, что сейчас, например, вспоминает Лев Семский о такой группе фрикадели, Кабульдариха и Бульдариха? Или для тебя это как в прошлой жизни? Как мне не кажется, что это какая-то тревога? Не, ну, мысли такие есть. Ты знаешь, я об этом даже не думал, честно. Не, я пытался, понимаешь, я пытался, как бы, представить себе, как бы, вот, человека по музыке, по песням. То есть я прослушал за последние, там, сутки, ну, не скажу, что пять альбомов, но он так прилично послушал музыки фрикаделика. Мне показалось, что, как бы, такое сложилось ощущение, что, может быть, когда учились в школе, когда вот находились перед переездом в Алма-Ату, какая-то была такая, может быть, ну, немножко напрягал город в том смысле, что не хватало вот времени, как-то места раскрыться, что ли? Ну, да, город, город по-своему очень сильно напрягал. В этом смысле Алма-Ата, она, она, как бы, ну, оправдывает? Вот вообще сам переезд сюда, в целом? Ну, в целом, конечно, да. Ну, ты же знаешь, человек, существо неугомонное, всегда хочется чего-то больше. Вот смотри, Алексей Щеглов помогает сегодня нам, фрикаделик, так, стал символом, там, ух ты, подожди, фрикаделик стал символом для чего-то, для рождения дофрик, а теперь и чукотки. Готовы? Для рождения. Что? А, символом для рождения. Вот, фрикаделик стал символом для дня рождения дофрик, а теперь чукотки. Готовы ли поддерживать традицию долго? Да, конечно, готово. Всегда будем поддерживать, потому что Чукотка и Дафрик – это… А если завтра Даник еще откроет какой-нибудь суперпроект? А если Даник еще откроет суперпроект, то мы обязательно на нем сыграем. Ну вот, давай тогда мы перейдем, собственно говоря, к последней части нашего разговора. Это о грядущем прямо концерте. Я знаю вот о том, что гитарист поменялся, вы вот последний период времени очень много репетировали. Репетировали, ты говоришь, куча новых песен есть. Расскажи о том, что будет у вас, какой там сет, насколько там по времени как-то уже, вот вы знаете… Ну, line-up уже расписан, да. С 11 до 12 будем играть мы, потом час будет играть мистер Малой, потом будет играть час Токижан. Мы сыграем как новые треки, так и не очень новые, так и какие-то старые вещи. Естественно, у нас звучание за год поменялось. Плюс новый гитарист, новый человек всегда как-то влияет на общее звучание группы. А так все так же Кассик, Марат, я и теперь Тимсек. А у тебя вот каждый вот такой концерт, они же не так часто происходят. Я имею в виду, если я с какими-то такими группами, кто каждый день выступает в разных местах. У тебя каждый концерт – это как бы праздник или миллион нервных клеток опять? Это очень долгожданное событие, всегда. Очень приятное событие, очень волнительное событие, потому что я вообще не знаю, как можно выходить на сцену ни капли не волноваться. Это же каждый раз какой-то новый контакт с публикой, обмен энергией. Ну вот я помню, ты как-то писал опять же в этой официальной биографии группы о том, что первый самый концерт, который был в Семске, вечеринка «Светлая музыка», которую Макс Петров небезызвестный организовывал. То есть там вот народ-то как раз так воспринял тяжело так, в натяжку. Ну, оглядываясь сейчас, я думаю, отчасти были виноваты и мы. Слава Богу, за 12 лет мы научились играть музыку так, что по ней можно танцевать. Ну, кстати, это удается. То есть мы снимали, по-моему, один из последних ваших концертов на Чукотске. Там прямо все… Для нас очень важна такая задача. И если люди танцуют, это… Ну, то есть это кайф. Это непередаваемый кайф, да, его сложно объяснить. Вот вопрос еще передали, к сожалению, не знаю от кого. Мистер Малой, хоть и подзабытая, но звезда. С кем еще из известных групп выступали на одной сцене? Ну, вопрос такой, может быть, не самый… Как это сказать-то? Может быть, не самый оригинальный, но тем не менее, вот вопрос. Да я вот что-то сейчас не могу вспомнить. Ну, и мы никогда не выступали с какими-то зарубежными группами. Салматинскими только известными группами, наверное, выступали, да? Типа «Фрайдейс». Ну, там, салматинскими там, наверное, уже… С как-то, да, на одном концерте выступали, да. Ну, собственно говоря, тогда желаю вам хорошо выступить. Спасибо. Всем, всем, как бы, ребятам передавай привет. Мы постараемся обязательно тоже быть и как-то с вами поконтактировать, чтобы затем потом представить ваше видео. Да, можно я тоже приглашу. На широкий. Обязательно, мы для этого и собрались. Туда можно смотреть, да? Это же все проплачено Чукоткой, на самом деле. Мне тоже нужно отбить контакт. Тоже, да? Да, да, да. Я еще раз вору. Я уже отбился до них все. Приходите все в Пятницу, в Чукотку. В 11 часов будет играть группа «Фрикаделик», «Мистер Малой», «Токижан». Давайте вместе поздравим самое лучшее заведение этого города. Слушай, ну, пригласили мы уже. А вообще, вот «Мистер Малой», что-то вот я, честно, не совсем тут понял. А ты в 90-х что делал? Я на радио работал. Ты на радио работал? Да. Мистер Малой – очень культовый персонаж в 90-х, который сейчас поменялся. Я-то не следил за его? Если ты послушаешь его новые песни, то… Ну, то есть это нормально, да? Это как бы… Это здорово, что его пригласили. Не какую-то группу «Градусы» или группу «Звери», а вот пригласили Мистера Малой. Я просто подумал, что «Таник» сэкономить решил и, короче, позвал там… Я не думаю, что Мистер Малой такой уж и дешевый вариант. Я на самом деле шучу. Всех ждет Чукотка в пятницу и субботу. Там, кроме Мистера Малого, будет и наш сегодняшний гость Ильдар Хайбуллин, группа «Фрикаделик». Мы вас всех благодарим за то, что были с нами, пересылали адрес этого прямого эфира. Завтра у нас в это же время, по идее, если все технически сложится, у нас будет группа «Дабл Джей» с живым таким сетом. Посмотрим, насколько это получится времени. Вот, сегодняшний прямой эфир подготовили видеоинженеры Егор Евдокимов, Рифат Сирожиев, журналист Анна Дармадехина, Александр Нужный и Ильдар Хайбуллин. Спасибо. Всем спасибо. Пока. Пока. АРТ ПАРАБОС ТЕЛЕВИЖЕН